Наставником для трудных подростков могут назначить спортсмены, депутаты, специалистов органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представители общественных объединений, военнослужащих, ветеранов, студентов вузов, волонтеров и не только. Мы приглашаем рязанцев принять участие в социально значимой деятельности и стать наставниками для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наставником может стать взрослое лицо старше 18 лет, проживающее в городе Рязани, несомненно, с положительной репутацией, которая по своим деловым и моральным качествам сможет стать примером для подростка, который сможет вовлечь его в социально полезную деятельность, поддержать его в каких-то начинаниях. Наставничество должно помочь решить проблему детской безнадзорности, а также снизить уровень преступности среди несовершеннолетних. Наставник должен быть способным своими моральными и деловыми качествами стать примером подростку. Но и есть ряд ограничений, кто не может стать наставником для подростков. Это лица, имеющие судимость, это лица, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна, признанные судом недееспособными. На данный момент подали заявки в наставники два человека – священнослужитель и волонтер с активной жизненной позицией. Однако работа в этом направлении только на чита. Если вы тоже хотите стать наставником для трудного подростка, нужно подать письменное заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, а также заполнить анкету. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».